итак здравствуйте дорогие друзья сегодня на среда 14 сентября давайте посмотрим на графики еврофунт и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что вчера весь акцент у нас конечно же был на инфляцию в сша данные не совпали с прогнозами экономистов ожидали конечно многие в том числе и я что инфляция в сша продолжит снижаться но оказалось совсем не так рост нас составил три десятых процента годовых в августе месячный рост 0,1 процента тогда прогнозировалось сокращение на 0,1 процента и также у нас подскочил базовый индекс потребительских цен оказался намного выше прогнозов экономистов что в принципе как мы видим и привело к укреплению американского доллара против евро против британского фунта так как очевидно что мандат федеральной резервной системы будет соблюдаться и на следующей неделе уже центральный банк повысит в процентной ставке на 0,75 пункта и не исключено что он сделает аналогичное повышение пойдет аналогичное повышение и на следующем заседании поэтому говорить пока каким каких-либо смягчениях каких-либо пополновениях в сторону более мягкой политики на фоне замедления инфляции не приходится так конфликция на самом деле не замедляется рынок труда сша продолжает демонстрировать максимумы свои практически исторические и все это конечно будет толкать дальше инфляцию вверх и пока говорить о том что фрс взяла под свой контроль не приходится соответствующая и распродажа происходит рисковых активов на рынке акций на рынке криптовалют евро британский фунт все продолжает падать против доллара сша так как все-таки фрс будет повышать дальше процентные ставки а это неименуемо приведет к рецессии разделились экономисты на два лагеря одни еще до вчерашней инфляции говорили о том что из того же голубь он был сакс говорили о том что вполне вероятно сша удастся избежать рецессии но прагматики заявляют о том что сделать этого не получится и по всей видимости в следующем году американская экономика уже впадет в рецессию но пока будем говорить давайте ближайших перспективах и прежде чем поговорить о технической картине посмотрим экономический календарь сожидается у нас отчет по индексу потребительских цен великобритании за август они подскочат уже то 10 2 процентов хотя банк англии прогнозировал 10 3 процента концу года но очевидно что это показания будет намного выше и пока говорится о том что регулятор будет рассматривать приостановку повышение процентных ставок серию повышения процентных ставок не приходит не представляется возможным и скорее всего фунт будет дальше двигаться за федеральной резервной системой как это сейчас делают и европейский центрального поэтому скачок инфляции вряд ли придет существенным изменением на рынке так как очевидно что инфляция великобритании останется высокой будет такого оставаться как минимум до конца этого года выступают у нас представители европейского центрального банка наверняка они будут говорить о том что необходимо дальше повышать процентные ставки это может как-то частично компенсировать вчерашнее падение евро по отношению доллару сша но слабые данные по объемам промышленного производства хотя не будет из-за июль могут еще больше оказать давление на европейскую валюту но второй половине выход на сцены производителей наверняка они окажутся выше прогнозов экономистов что будет еще одним поводом для покупки доллара сша теперь что касается технической картины есть у нас 120 14 120 41 на эти уровни буду смотреть при принятии решения ложный пробой на 20 14 либо продажа на сколько 20 41 в продолжении вчерашь и медвежьего рынка будут на мой взгляд пока хорошими точками для открытия коротких позиций но целью медведя конечно остается 99 73 закрепление ниже это диапазон т снизу вверх обвалит евро уже на 99 34 и вернет 98 80 где посмотрю покупки сразу на сколько покупки 1 973 только на ложном пробое либо на ложном пробое 99 34 так и все-таки тот обычный на рынок который он соблюдался с 6 сентября сломан и очевидно что сейчас покупателю нужно будет приложить максимум усилий чтобы исправить на ситуацию что касается британского фунта здесь в принципе все то же самое резко мы обвалились вниз вернулись мы практически к минимуму сентября акцент я расставил на ближайшем сопротивлении 15 61 ложный пробой здесь после роста который может произойти в результате выхода данных по инфляции великобритании ложный пробой сигнал на продажу либо продажи на оскок от 16 фигуре в районе 1604 с коррекцией 30 35 пунктов внутреннюю если мы возвращаемся 1509 закрепляемся здесь то это дополнительный сигнал на короткие позиции и я жду снижения на 1463 и 1406 здесь покупки на оскок с коррекцией 30 35 пунктов но покупки от 1463 как и под 1509 только при формировании ложного пробоя всем удачи